Как вот человек работает на земле, да, и с него еще снять последние штаны, которые и так, в принципе, падают. Так, друзья мои, еще я знаю, что Андрей в постоянной борьбе. Что за борьба, Андрей? Ну, борьба с нашими местными властями. Я сейчас, с твоего позволения, уйду за кадр, хорошо? Хорошо, хорошо. Чтобы тебя оставить одного. Так, что у нас там за борьба? Ну, начнем с того, что, Алексей, что, как бы, выходя на этот рынок, да, уже сознательно вырастая поочередно по гектарам, мы начали заниматься выращиванием нашей овощной продукции, то, что мы сейчас озвучили, да, нужен был рынок сбыта. Как бы, торговать на рынке – это одно, а торговать постоянно – это другое. И вот, как бы, мы у нас в Полеске, где я проживаю, где у нас тут 7 тысяч населения, 7 тысяч 25 по последней переписи, да, мы нашли местечко, ну, маленький укромный уголочек под овощной магазин, как бы, в рыбу срослась. Под свой магазин? Под свой магазин, именно, под свой магазин. И в начальных стадиях было все неплохо, все замечательно, потихоньку мы расширяли свою овощную группу, да, и начали людей уже баловать нашей местной настоящей сахарной продукцией. Очень даже вкусной, вкусной потому, что она проходит сертификацию каждый год. Вот, и встал вопрос, что мы стали немножко, не то, что не угодно этой нашей местной администрации, властям, а не угодно крупным сетевым магазинам, которые стали терять часть этой выручки. И тут начались и письма в полицию, и прокуратурские проверки, и надзоры, и 5-е, 10-е, то есть начали потихоньку у нас с этого выживать. Ну, мы, конечно, с супругой своей Леной были бы не сельхозпроизводители, если бы мы просто взяли вот так и сложили бы руки. Ну, мы начали бороться, начали бороться. Они на нас, мы на них. Все кончилось тем, что мы встретились в суде, в нашей местной администрации. В конечном итоге почти два года мы судились. Земельный участок у нас под магазин они изъяли. Мы пытались предлагать всякие всевозможные варианты, потому что я уже тогда, когда мы вот этот участок взяли под магазин, там могли поставить на 17 квадратных метрах в хороший овощной магазинчик капитального строения. То есть разговор идет о 17 квадратных метрах? Да, о 17 квадратных метрах. Общей площади. Общей площади, да. Ну, а так как вот эти вот телодвижения начались, то я уже начал тогда подумать, где бы найти бы еще какой-то кусочек земельной, чтобы можно было, как бы, если случай мы потеряем там, переехать на другое место. Ну, видно, как бы, так сложилась судьба, что встретил человека, который не знал, что делать с земельным участком под магазин 35 квадратных метров. Там был 17, а это второй уже 35, да. Мы с ним чисто случайно в администрации встретились там. Он тоже судился? Нет. Его, как бы, уже так вот взяли в капкан, в клещ и не отпускали. То есть, вот, все, ты должен нам этот земельный участок отдать, а у него договор аренды позволял еще там года два на нем находиться. И без всяких, ну, как бы, освободи и все. Ну, а тут я чисто случайно с ним познакомился, переговорили, я говорю, давай, я подумаю день-два, и мы порешаем вопрос. Ну, вот, через два дня мы с ним встретились, он документы показал, 5-10-е, и, как бы, у нас в течение недели все сложилось. Мы заплатили арендную плату, которая у него был там, долг висел за прошедший год. И, как бы, этот участок оформил на себя. Потихоньку на этот участок завели электричество, все официально. На эти 35 квадратных метров. И потом тут уже развернулось, после того, как администрация узнала, что вот эти 35 квадратных метров тоже стали мои. И те 17 квадратных метров под магазин, который действующий был, да. А эти 17 квадратных метров я оформил тогда на свою маму, на ветерана Великой Отечественной войны. Надежде Андреевне, как мы знаем, 91 год. 90. 90? 91 пошел. А, 91 пошел. Ветеран войны. И вот администрация стала неугодна, что как бы вот так вот простого человека нельзя подвинуть. А надо как-то найти пути. И начались эти переписки, судебные сдержки. И кончился тем, что мы все равно проиграли все суды, да. Ну, это чисто вот моральное угнетение было. Проиграли с одной лишь формулировкой, что они этот земельный участок изъяли для нужд города. И когда мы встречались... По закону должны же предоставить аналогичный участок? Там даже вопрос так не стоял, когда они изъимали его. То есть договор расторгнут, участок изъя для нужд города. И когда мы после последнего суда, я опять написал письмо туда, в правительство Российской Федерации, меня пригласили через определенный промежуток времени в нашу Калининградскую правительство в области, где мы встречались с первым вице-премьером Калининградской области, Шандарев Жутков Александр Владимирович. Были наши представители Полесской администрации. Был министр сельского хозяйства, министр промоэкономного развития Кускова Дмитрия. И когда как бы поговорили, и вопрос стал по-другому, что вы изъимаете для нужд города, но будьте любезны предоставить аналогичный участок, чтобы как бы сельхозпроизводитель дальше работал и продавал свою продукцию. И как тогда сказали представители областной администрации, что говорят, у вас это единственный человек, я себя не хвалю, это их эти слова были, который кредиты не берет, ему не дают, выживает на свои средства, вкладывает сам, и как бы пытается еще свою продукцию продать населению по нормальным доступным ценам. Ну, ввоз и ныне там, с того места мы съехали. Сейчас мы находимся на другой улице, в городе Полесской улице Заводской, где у нас 17-35 квадратных метров магазинчик. Ну да, это не центр города, где у нас была проходимость, и как бы мы за счет проходимости и низких цен мы как бы существовали, довольно-таки могли себе позволить содержать людей до 10 человек в сезон. И то есть им платить зарплату. Здесь у нас нехти торговли идет, как бы можем сказать, что магазин, в принципе, убыточный. То есть раньше была торговля, покрывала затраты на сельское хозяйство. А сейчас немножко наоборот, потому что за электричество надо заплатить, арендная плата, 5-е, 10-е, зарплата продавцов, мы там девочку взяли. Но все равно руки я не складываю, мы продолжаем бороться. Как бы нас сейчас уже в покое ставили, получили еще 2-3, ну, по-моему, 3 ответа с правительства Российской Федерации, письма, что как бы у вас должно быть все нормально, как бы вам должны пойти навстречу. Последний раз мы разговаривали с нашей главой администрации, Троян Александр Владимирович. Кстати, за последние 2 года это уже 3-й глава администрации. Начинался один, закончился с другим. Но он как бы сказал, что сейчас все в процессе идет, мы разрабатываем план размещения нестационарных торговых объектов. Сейчас нет такого понятия временный торговый объект. И сейчас нестационарный торговый объект, и есть стационарный торговый объект. Ну, как бы я верю людям, и будем думать, что все сложится, и как бы все-таки мы вернемся в центр города, в Поляске. Но работать, Алексей, на две точки торговых, конечно, это будет очень тяжело. Во-первых, это по финансам очень сильно бьет. Во-вторых, начинает страдать логистика. Потому что у меня есть еще договора, что мы еще людям увозим поставку продукции, идут и по району, и в область. Мы поставляем свою продукцию. Как-то вот так вот мы и живем потихонечку. Ну, сейчас такой некий статус-кво получился. То есть, замороженный конфликт, или как это, даже не знаю. Ну, конфликт как бы полностью исчерпан. Да, конфликт исчерпан, но ситуация замороженная. Да, ситуация замороженная. То есть, тот торговый павильон, который там находится, мы даже, может, съездим, мы его покажем. Съездим обязательно. Он находится, он никому не мешает. Вот что самое интересное. Начинаю работать, будет мешать. Мне работаю, не мешает, пускай стоит. И вот таких вот несуществующих объектов, которые, наверное, стоят существующие объекты, которые заморожены, вообще никому не мешают. Их тут штуки два или три есть. Ну, вот чем как бы законно. Ну, я думаю, что будет все нормально. Но его не заставляют убирать? Нет, не заставляют. Не заставляют, да. То есть, понимаете, если его убирать, это уже конструкция, которую мы как бы привезли один раз. Тут мы договаривались. То есть, его просто так не убрать, да? Ну, это не габарит, получается. Он по месту собран, да? Мы собирали вот здесь, где я живу. На своей базе, так как я, что-то, и сварщик, и инженер, и конструктор, все в руках, да. Договаривались, приезжал Крав, все это монтировали на тележку. На плацформу там, да? На плацформу, да. Был определен временной поезд. Там с 12, с нуля часов до трех часов дня. Утро, вернее. Что мы это можем по дороге провести. То есть, разрешение нам тогда обошлось 45 тысяч. И сколько метров провести-то? Ну, около двух километров. Около двух километров, да? Представляете, да? То есть, это... Ну, и сопровождение, то есть, все как положено. Да, это как положено, приехать, поднять, смонтировать. То есть, было как бы все отлажено в этом плане, потому что, как бы там, ну, я как бы работал водителем-дальнобойщиком, и как бы мы друг друга понимали, что мы хотим, конечно, многих получить. И когда кран пришел, поднял конструкцию, поставили все с первого раза. С первого раза погрузили, выехали, поехали и поставили, смонтировали тоже с первого раза. Ну, все хорошее, когда заканчивается, были будни стали, серые будни. То есть, это в жизни идет полоса черная, полоса белая. И, по-моему, вот эта вот черная полоса чаще идет, нежели белая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!